Всем добрый день. Рад вас приветствовать в офисе футбольной Санэлигия. У нас сегодня пройдет в сане главного апелля футбольного клуба Енисей. Для вас у нас выступают следующие спикеры. Это Гассей Дмитрий Борисович, конкурс Николай Александрович и Андрей Валерьевич Кипов. В первую очередь хотелось бы слово дать Дмитрию Борисовичу, для того чтобы он рассказал нам, что сейчас у нас будет происходить. Всем добрый день. Я повторю, что сегодня для нас большое важное событие. Санэлигия Борисовича официально хотим подписать наши отношения, формализовать. Большая работа состоялась, была проделана. Я считаю, что достаточно успешное завершение. Только что были на приеме в Белом доме. Тоже наши друзья, знакомые, люди, поддерживающие команду, встречали, поздравляли. Самое главное, первое, я предлагаю с Андреем Валерьевичем этот контракт подписать. Ну а дальше, как мы сказали, все по плану. Надеюсь, все будет хорошо. Большое спасибо. Михаилу Александровичу передадим слово. Очень рад, что удалось подписать контракт с Андреем Валерьевичем. Особо хочу отметить, что при переговорах Андреем Валерьевичем, прежде всего, интересовали футбольные аспекты. Особенно понравилось это, что мы обсудили, прежде всего, по футболистам, по составу, по качеству, которыми обладают футболисты, на каких позициях они могут сыграть, кто остается, кто, возможно, уйдет. То есть, в первую очередь, они говорят про футбол, да? А уже во вторую очередь, в остальные моменты, разговаривают по условиям. Потому что от своих коллег знаю, что бывает, приходит тренер, говорит, что надо какую зарплату, какие условия. А уже там во вторую очередь, в футбольный момент, здесь нет. В первую очередь, мы разговаривают про футбол. Рассказал Андреем Валерьевичем, что было постелено поле на центральном стадионе новое, потому что когда Андрей Валерьевич был, еще его не было. И плюс тренировочное, тоже искусственное поле новое, постеленное на спорткомплексе металлург. Поэтому мы рады, что нам удалось договориться. Желаем удачи в Валерьевичем. Скажите, спасибо. Андрей Валерьевич, слово вам теперь. Наверное, хочется удачи пожелать нам вместе всем. Потому что люди, отвечающие за работу в клубе, за результат, все сидят здесь. Так что я очень рад был принять предложение. Я работал с Енисеем, вы все прекрасно знаете. Даже с Михаилом мы вместе работали. Мы все помним, что команда вылетела во вторую лигу. Но благодаря губернатору, она осталась в первой лиге, мы сделали сразу большой шаг. Заняли переходную... Дошли до переходной игры. Четвертое место мы заняли, правильно? Третье, да? Я даже немножечко занизил. Уверенно, довольно-таки неплохо играли. Да, самое главное, конечно, футболисты. У нас есть потери. Пока немножко была неразбериха небольшая. Некоторые наши футболисты ушли. И в данный момент еще много... У участия футболистов тоже есть огромное желание. Но нас заверило руководство клуба. И плюс мы сейчас были, как Митрий Борисович сказал, в Белом доме. Нам пообещали поддержку. Так что я думаю, что у Енисея очень хорошее будущее. Очень хорошее будущее. Но все зависит, конечно, не в кабинетах, а все зависит на поле, как мы будем играть. Очень хочется, чтобы те футболисты, которые в данный момент остались в клубе, они остались. Плюс мы будем смотреть, возможно ли попытаться усилиться. Потому что команда находится в 4 очках от зоны вылета. И это довольно-таки для Енисея, наверное, нехорошо. Потому что ту игру, которую я показывал, допустим, Енисей, 4 очка от зоны вылета, это ненормально. Да, у нас очень тяжелый график. Старт тяжелый, две команды у нас лидеры, это и Торпеда. Это у нас и Акрон, потом две игры на выезде. То есть очень тяжелый график, непростой, но никто легкой жизни не обещал. Поэтому я очень был рад принять предложение, потому что Дмитрий Борисович и Михаил были очень сильно настроены, чтобы мы поработали вместе. Это случилось. И хочется сказать, конечно, что мы приложим все усилия, чтобы изменить ситуацию и то, что в данный момент происходит. Так что будем работать все вместе. Завтра мы вылетаем в Турцию. Будем работать. Будем смотреть еще, как можно где-то не приобрести, а взять, может быть, в аренду нескольких футболистов, чтобы помочь. Так что работы непочатый край, работы много, но, еще раз говорю, никто не обещал легкой жизни. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Вопрос у нас поднятый в руке, подставляемся и задаем вопрос. Да, мы, получается, вопросы. Представимся? Да, Роман Штуренский, ТАСС. Вопрос у Дмитрия Борисовича. На сколько подписан контракт с Аврией Борисовичем? Мы еще не подписали контракт. Планируем подписать 2,5. На самом деле, чем больше, тем лучше. Есть опции для его продолжения. Ну, продления контракта. Самых высоких результатов. Могли бы пояснить, что для вас самый высокий результат по итогам 10-й части? Команда должна оставаться в любом случае не ниже своего уровня, на том месте, в котором мы уже находимся. Желательно подняться еще выше, какими-то таблицами. Я извиняюсь. Контракт. Давайте, да. Формализуем пока. Подписываем контракт. Да, подписываем контракт. Давайте, да. Долго ждать этого. Ждать не надо. Запечатлений, Сергей. Теперь, да, да. Вы покажете страницу? Да, подлеглата. Да. Потом. Вот она. Еще раз. Никто не обещал золотых. Пожалуйста. Слово лишь навсего. Люди переживают за футбольный клуб Енисей. Пожелали удачи. Возможно, знаете, вот результаты, наши результаты, возможно, сподвинут к чему-то большему. Так что не надо ждать от того, что сейчас свалилось что-то очень огромное. Так что это нормально. Сейчас клубы существуют. Я хотел узнать, какой бюджет выделили на усиление состава, на драфферы, зиму, или речь будете только о свободных агентах, об арендах? Я спонял. Ну, мы футболистов вообще покупать не планируем. Мы стараемся, когда брать действительно свободных агентов где-то в аренду, потому что, да. Ну, если какой-то футболист уж очень сильно нас заинтересует, то мы рассмотрим этот вопрос. Это обсуждать с главным тренером и с внутренним насыщим. Сколько это будет потратить на такого футболиста, если он появится на рынке? Ну, такой конкретной информации нет. В данный момент клуб не располагает лишними деньгами, чтобы тратить их на покупку. Единственное, что мы сможем, это с кем-то сотрудничать, если вдруг мы будем кого-то брать в аренду, чтобы, возможно, доплачивать за оплату. Сейчас об этом говорить. Мы не смогли сейчас футболистов удержать, двоих лидеров. Понимаете? А Глушкова и Ланя не смогли. Потому что у них остается полгода контракт, и ребята попросились, очень сильно хотели уйти. Пять месяцев. Да, пять месяцев сколько остается. Поэтому мы даже этих не смогли удержать. Вы говорите о каких-то покупках. Сейчас все живут по возможности. Кто-то существует, кто-то пытается в рамках бюджета быть. Так что лишнего нет. Финансирования достаточно, но мы живем посредством договариваться, обсуждать, чтобы так, чтобы это было разумно. Есть тренеры, которые работают в ИНИСИ. Если вы хотите услышать про мостового, который говорили и писали здесь некоторые товарищи, то нет. Потому что это была непонятно откуда-то информация, так что это нет. То есть ваш штамп будет составлять тех, кто сейчас работают? Да. Поправляем. Еще опасы, да? Разборим. Не стесняйтесь, давайте. Дмитрий Оленичев очень хорошо рассказал о том, что вы раздавали в ИНИСИИ и сказал, что вы обращались к нему за советами некоторыми, что, может быть, уточнялись, спрашивали, что он помогал. Помогал, да. Мы с Дмитрием Анатольевичем общались. Дело в том, что я в ИНИСИИ не работал год, а он два. И получается, у меня гораздо больше информации, то, что творится, допустим, вне футбола, плюс огромное количество друзей, которые в данном случае, кто-то находится рядом, кто-то нет, но в данный момент эти люди могут поспособствовать помощи в одном или другом, допустим, вопросе. Так что мы с Дмитрием Анатольевичем всегда на связи. Дмитрий Анатольевич влиятельный очень человек. Так что его помощь всегда нужна. Коллеги, вопрос еще? Андрей Вадимович, какую бы вы сами для себя поставили задачу в этих уставшихся? То есть у меня сокращение, у вас очень непростой рестарт? Непростой рестарт, да, еще раз говорю. Лидеры, потом две игры на выезде. Весенний футбол, он такой специфический. Потому что, конечно, как можно больше постараться выиграть матч. Как можно больше. То есть, какую сейчас задачу ставить, скажите? Задача выйти в ФНЛ. Там есть команды, у которых возможностей гораздо больше. То есть, и сократить, допустим, этот отрыв. Мы будем пытаться это делать, мы будем пытаться играть. Еще раз говорю, задача как можно больше выиграть игр и подготовиться к следующему сезону. То есть, это футболисты, у которых заканчиваются контракты, это лидеры команды. То есть, нужно будет разговаривать и думать уже о будущем. Но при этом не забывать о нынешней турнирной таблице. Еще раз говорю, задача как можно больше выиграть игр. Чтобы болельщики и болельщики поверили, что мы можем сделать что-то гораздо больше. Давайте еще. Есть вопрос. Дмитрий Валерьевич, Николай Гаврилов, Сворк Экспресс. Такой вопрос. Были ли еще какие-то предложения от других клубов, например, ПЛ, возможно писать семиконтракт или только Тенесеевского предложения? Спасибо. РПЛ нет, а ФНЛ было, да, несколько предложений, но от них я отказался, потому что есть моменты, по которым, это не говорит о том, что это финансово, есть команды, которые ставят определенные задачи, хочется работать, чтобы была хорошая задача. Так что были предложения не только ФНЛ, но и было предложение близ, как бы сказать, с бывшего СССР. А можно подробно? Зачем подробно? Не надо, но это будет неправильно. Правильно? Так что были вопросы, были звонки, но я говорил спасибо большое. То, что, допустим, сейчас в Енисее, тогда руководство клуба, в данный момент, в котором сидят люди рядом с вами, то есть более были настойчивые, плюс губернатор, который Михаил Михайлович, сказал очень важные слова. Мы сами прекрасно понимаем, что то, что говорится между двумя людьми, остается между двумя людьми. Да не всегда он приводит. Знаете, можно и рассказать, что... Нет, смотря о чем. Это то, что остается в Вегасе, остается в Егасе. Вы нам расскажете, что было. В Вегасе остаются деньги, которые ты проиграл. Хочется не проигрывать. Там по поводу тренингского штаба, просто Дмитрий Анатольевич говорит, что вы не приглашали его, но просто кого-то планировали тоже подосить, может быть, к себе тренингский штаб. Вы так просто сказали сразу, что там будут работать те, кто уже в клубе. Будут работать те люди, которые в данный момент находятся в клубе. Дмитрий Анатольевич, Егор Ильич, мои друзья. У них боевая единица, они работают вместе. Я бы с удовольствием их позвал, но не в данный момент. Так что еще раз говорю, те, кто будут работать в Енисеи, это достойно ее. Неожиданно, да? Давайте. Постоять в той стороне. Мы вместе сделаем фотографию. На меня можно посмотреть? Если бы хотя бы слово сказал, я бы узнал. Как? Это сюрприз. Давай возвращайся. Давай голову сюда поставь. Зачем тебе в Ульфе сработать? Тебе неведомо будет. Давай там, назад. Все, ребята, сушиться. Давай, иди сюда. Надо подсушиться внутри, а не снаружи. Спасибо. Я думаю, кто молчит? Спасибо всем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.